Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Искупителю Рода Человеческого! Братья и сестры, дорогие друзья, сегодня 18 февраля, и в календаре нашей Церкви, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, архиепископом которой я являюсь, среди прочих имен, вспоминаемых ныне, и событий печальных и величественных, радостных и скорбных, есть одна дата печальная, но и великая. Дело в том, что 4 года тому назад в блаженную вечность, в небеса Господу ушел великий муж Божий, наших дней, наш современник, архиепископ Индосирийской Православной Церкви, друг Реформаторской нашей Православной Церкви Христа Спасителя, братства нашего, великий подвижник, братства, евангельского такого православного братства, Верон Аш, Мар-Иник Верон Аш, он ушел в вечность уже 4 года тому назад. И в календаре нашей Церкви, уже с первой годовщины самой, публикую я, как архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, память этого праведника, мужа Божьего. И в Слове Божьем говорится следующее, хочу прочесть я сейчас из послания к евреям. Кстати, значит, также Верон Аш, Мар-Иник, он часто обращался к посланию к евреям и, в общем-то, к этому фрагменту из Писаний. И вот говорится здесь следующее, 13 глава, 13 раздел послания к евреям, 7 и 8 стихи. Написано, «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Аминь. Да, и вот сегодня, дамы и господа, братья и сестры, мы вот именно сегодняшним днем, 18 января, уже четвертый год подряд, ну, три года в нашей Церкви подряд мы, да, третий раз уже, третий год подряд, мы общецерковно вспоминаем этого мужа Божьего, этого праведника. И хотя я лично, к сожалению, не смог с ним познакомиться, мы созванивались, переписывались, созванивались. И, в общем-то, два последних раза, когда был в Америке, так вот экспромтом планировал посетить, но не получалось, к сожалению, не получилось, и последний раз, когда уже намеревался непосредственно к нему лететь, уже все было готово, и билеты, и все, но вот, к сожалению, оборвалась его жизнь, брат наш ушел в вечность. Теперь уже только на небесах, уже увидимся с ним, и, но нам, по милости Господне, остались его беседы, проповеди, учения, и вот его светлый образ, он в сердцах тысячи тысяч православных христиан, христиан разных конфессий, динаминаций, потому что он не только как православный архиерий известен, как православный реформатор, обновленец, но и известен как вообще христианский проповедник, он, как некогда, вот, в последние годы СССР покойный тоже Александр Мень, которого мы тоже вспоминаем общецерковно, в сентябре месяце есть дата у нас, ну и в январе тоже, но я об этом позже тоже запишу видео, я стараюсь каждый год также записывать и не одно даже видео, посвященное отцу Александру Менью, протерею, мученику Христову и просветителю, евангельскому такому служителю Божьему, слава Богу. Так вот, и, как и отец Александр, Верон Аш, как архиерей, он выходил в народ, он благовествовал в разных собраниях, он проповедовал везде, в общем-то, где только имел такую возможность проповедовать Слово Божье, среди верующих разных конфессий, религий, динаминаций, невзирая на цвет кожи, религию, национальность, пол, социальный статус, он проповедовал всем и нес Евангелие благодати Божьей, и это очень ценно. И пример Верона Аша для меня, скажут, как для архиерея, как для православного человека, как для христианина евангельской, библейской веры, для меня очень важный пример. Слава Богу! И, дамы и господа, братья и сестры, вот сегодня, как вот написано было, я прочел это из послания к евреям, взирая на кончину жизни того, кто проповедовал Слово Господне, так нам нес Евангелие Божьей благодати и милости к человеческому роду, так вот, воздаем всю славу нашему Творцу, потому что написано действительно, что мы должны подражать вере, а дальше говорится, вере этого человека, вере этих праведников, которые несли нам Слово Божье, взирая на кончину жизни, то есть, ну, смотря на финал их жития, знаете ли, на вот действительно, то, что они завершили это поприще христианское, евангельское, и подражаем их вере и проставляем Бога, потому что написано Иисус Христос, дальше написано, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, аминь. Тот же Господь Иисус Христос, что был прославлен в жизни и Александра Меня, и многих других великих мужей и жен Божьих, современности, прошлого, недалекого, далекого, древнего прошлого, и вот вера на Аши Маринека, тот же Христос Иисус сегодня, сейчас, Он сказал, я с вами во все дни, не только какой-то период некий истории человечества, рода, нет, я с вами во все дни до скончания века, и сегодня мы знаем, что Иисус Христос не только вчера, но Он и сегодня, и Он вовеки тот же самый, Иисус Христос, и Ему вся слава и хвала. И как православный архиерей, я, конечно, очень рад тому, что и в русскоязычном мире, не только в англоязычном мире проповедовалось Слово Божье веранным Ашам, но и в русскоязычном мире. Некоторые помнят его, кто еще ранее уверовал, допустим, в конце 80-х, начало 90-х, помнят его служение еще как протестантского евангельского проповедника. Сам Он вернулся в православие, индосирийское его родное православие, с Божьим поручением, Божьей миссией, нести Евангелие, Божьей благодати, Божьей милости среди православных христиан реформировать православие. И действительно, Бог использовал его как сосуд свой драгоценный эти годы. И я Богу очень благодарен за все это, слава Богу. И в нашей церкви, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, есть тоже те, как и Веран Аш, начинали свое христианское поприще, свой путь христианский во Христе Иисусе, в протестантских церквях, евангельских церквях, свое духовное возрождение получали в баптийских, харизматических, висятнических, адвентийских, лютеранских, кальвинистских церквях, разных протестантских церквях, конгрегациях, конфессиях, динаминациях. Это великая слава Божья, что сегодня христианство такое пестрое, такое богатое, знаете ли, различными направлениями своими. И это пестрота, это разнообразие, это действительно свидетельство величия Божьего, Божьей любви, Божьей благости, милости. И сегодня, как никогда ранее, звучат слова еще отца пятого столетия, который говорил, в главном у нас должно быть единство. Блажен Августин действительно здесь очень четко заметил, четко обозначил в главном у нас единство. Во второстепенном разнообразие, свобода, разнообразие, во второстепенных вещах, а во всем, Блажен Августин сказал, у нас любовь. Во всем у нас любовь. И вот в пятом веке это было актуально, эпоха там некоторых разделений, некоторых противоречий, конфликтов богословских, вероучительных, когда люди дрались за второстепенные, третьестепенные порой вещи, отстаивали третьестепенные, второстепенные какие-то доктрины, догматы, традиции и теряли из виду самое главное, самое основное, свою первую любовь нашего Господа Иисуса Христа и разделяли тело Христова вот этими всевозможными, знаете ли, разделениями, такими враждою. Но единство оно в многообразии таком, в разнообразии единства нашим. И Господь сегодня, как никогда ранее, наверное, никогда в истории христианства не было такого огромнейшего разнообразия. Я за это Богу очень благодарен, за эту пестроту христианского мира. Не единообразное такое, знаете ли, казарменное какое-то христианство, а многообразное, пестрое, радостное, торжественное. Слава Богу! В разных традициях, в различном богословии, в различных обрядах, традициях славится имя Господа Иисуса Христа, нашего Бога, нашего Спаса, возлюбленного нашего, или как мы в православии называем его, сладчайшего нашего Иисуса Христа. А кафист этот, я думаю, что если смотрят меня сейчас неправославные христиане, конечно, некоторые, может быть, удивляются, почему мы православно называем Иисуса сладчайшим. Некоторые протестанты меня, как бы, даже порой озадачивали такими вопросами, а почему вы называете его сладчайшим? Говорю, ну, не знаю, вот у нас в православии так принято. Есть один из величайших шедевров православного богослужения, будем так говорить, так и именуем мы этот акафист, акафист Иисусу сладчайшему. Один из моих любимых, одно из моих любимейших песнопений и служений, служения акафиста, акафиста Иисусу сладчайшему. И, знаете ли, действительно, когда мы сладчайшего нашего Господа, наверное, еще почему мы называем его православие сладчайшим, в отличие от, ну, в протестантском мире так обычно его не называют, но, знаете ли, или в католическом, хотя греко-католики тоже порой так же называют Иисуса сладчайшим, но мы в православии называем его сладчайшим, потому что он действительно сладкий, он действительно сладчайший вообще, не с чем сравнить его ни с шоколадом, ни с мармеладом каким-то, пастилой, там, чем-то еще, ну, халва, там, хаджан Асредин, помните, говорил, да, сколько ни говори халва-халва, во рту сладко не встанет, надо попробовать, какой он. И когда распробуешь Господа, он сладчайший, он мед, он все, он лучше всего вообще на свете. Вот, и я очень Богу благодарен за православную традицию эту, которую действительно именует Иисуса сладчайшим Господом, Спасителем. И вот это, когда сладость, мы это теряем Господа, не вкушаем его, то не имеем его жизни в себе, и это печально. И выход у нас у христиан один, вкушать Господа ежедневно, ежечасно, вкушать Господа, и он сладчайший действительно. И я думаю, что Верон Аш, Мар Иннек, вспоминаемый сегодня нашей церковью, как праведник Божий, муж Божий великий, наш современник, святой муж Божий. Уже вот третий год подряд у нас вот общецерковные воспоминания. Да, сегодня четыре года, четырехлетие, сегодня вот его кончины. Но, знаете ли, я восхищаюсь, что Бог сегодня тот же. Христос сегодня, Он дает вкушать нам, находящимся в теле, здесь, в этом временном житии нашем, бытии, вкушать вечного Господа. Верон Аш, Он сейчас в небесах вкушает сладость Господа. Он в вечности сейчас, сейчас в этом блаженном раю вкушает сладость Господа, общение с Ним. Мы здесь на земле еще в теле отстранены от Господа. И ходим, не видением, но верою ходим. И благодарим Бога за эту веру. И за веру верона, Аша, и за веру нашу. За веру каждого из нас. Я Бога очень благодарю. У каждого своя вера какая-то, знаете ли, свое верование, свое ощущение до Бога, восприятие Бога. Но вот это уникальное каждого из нас восприятие, ощущение познания Бога, путь какой-то к Богу, знаете ли, вкупе создает такую богатую картину, такое разнообразие. И единство в любви Господней. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Братья и сестры, дорогие друзья, благоставляю всех вас, молюсь о всех вас. И сегодня, знаете ли, конечно, немного печально на сердце, честно говоря. Я сегодня молюсь и вспоминаю добрым словом верона Аша. В нашей церкви мы не молимся за упокойными молитвами, знаете ли, нет в нашей церкви православной обновленческой, такой реформаторской церкви. Мы молимся за живых людей, за умерших. У нас есть молитва только лишь одна, один образец молитвы в Писании Священном. Это молитва за воскрешение недавно умершего человека. Если человек уже ушел в вечность, мы добрым словом вспоминаем, конечно, именно в ключе Слова Божьего, взирая на кончину жизни, рассматривая жизнь этого человека, вспоминая добрым словом, смотря на кончину жизни его, подражая вере. Не молимся за упокойными молитвами, а подражая вере этого человека. Обычно в традиционном православии, не реформированном еще, не обновленном, а традиционалистском православии, очень пестрая молитва за упокойное. Я понимаю, прекрасно это, потому что уже больше 30 лет несут служение церковное, религиозное, православное, священнослужение. И тогда, 30 лет назад, свое служение начинал я как раз в традиционном православии, традиционалистском, не реформированном, не обновленном, а традиционном православии. И тогда я много молился за упокой, вот, и молился и за умерших, будем так говорить, за упокойными молитвами, и молился умершим, молился. Сегодня я не делаю ни того, ни другого, сегодня я молюсь только лишь к Богу, только Богу славу воздаю, только Богу. Только Богу стремиться, Господу душа моя, только Ты моя крепость для меня. Я не помню всех слов, хорошая очень песня, тоже с утра, знаете, вертится так вот в уме. Вспоминаю сейчас эту песню, посмотри, будет сейчас в интернете, думаю, что там должны быть тексты эти, выставленные тоже как раз этих песен. Я не певец, я, к сожалению, вот так вот не все песни так вот хорошо знаю, но мелодии вот так вот улавливаю, мне очень нравится, да, очень красивые песнопения. И сам, как христианин, я очень рад тому, что в этих различных христианских песнопениях проставляется Господь наш. И сегодня я воспеваю Богу, вспоминаю праведника Божьего, взирая на кончину его жизни, вера на Аши, Мара Инека. Я благодарю Бога, Создателя моего, и только Его славлю, и только Его благодарю. И, конечно же, благодарю Бога за все, хотя чисто по-человечески, конечно, да, немного горько, немного печально расставание с людьми. Знаете ли, немного печально от того, что я так и не побывал у него в церкви, и мы лично лицом к лицу так вот и не пообщались с ним тогда. Но немного печально от того, что также, немного горько от того, что и так нашего брата-обновленца сегодня немного не густо в православии, знаете ли. Немного реформаторов сегодня, очень немногие сегодня встают под знамена реформации пока. Потому как, ну, реформация – дело Божье. В Боге оно очень благодарное, конечно, но в человечестве оно среди людей очень неблагодарное дело, конечно. То, чем вот я занимаю сейчас, допустим, там, другие братья, чем занимался Верон Аш, чем занимался Александр Боярский, Александр Венинский, другие братья, знаете ли, занимались прошлого, современности. Чем занимался Мартин Лютер на Западе, если брать католический мир. Ну, и у нас в православии тоже были свои, там, допустим, тот же самый, ну, не знаю, там, можно назвать, там, Нил Сорский, Васян Патрикеев, там, значит, там, еще кого, можно назвать, великих мужей божьих. Но, дамы и господа, хотя, да, немного жалко, знаете, что мне, чисто так по-человечески, что Верон ушел так, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, рановато. Ой, хотелось бы его еще проповеди слышать, его слово, его понимание Божьего слова, хотя не совсем я согласен из того, что он говорил, но это не обязательно нам во всем соглашаться друг с другом, конечно же. Должны быть и какие-то у нас между собой и споры, какие-то там и мнения различные. Во второстепенном, третьестепенном, да, разнообразие, пестрота, свобода, а во всем любовь. Но в главном у нас должно быть единство. Действительно, и в главном у нас единство во Христе Иисусе, в сладчайшем нашем искупителе Иисусе Христе, в нем наше единство, наше единение настоящее, неформальное. Не какой-то религиозный, не какой-то там, знаете ли, религиозно-политический экуменизм, а настоящий Божий экуменизм во Христе Иисусе Господе нашим. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Аминь. Вот, и как православный архиерей, я, конечно, как обновленец, реформатор, я сегодня вспоминаю о праведнике Божьем, но я воздаю всю славу Богу. И молюсь сегодня, вот сегодняшним числом, этим 18 января, молюсь, сегодня 2018 год, молюсь господину жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Молюсь и призываю к этой молитве всех вас, дамы и господа, братья и сестры, если вы православный христианин, помолитесь, пожалуйста, сегодня со мной. Если вы не православный, если вы единославный, если вы, допустим, баптист, 50-ник, протестант, если вы католик, помолитесь за нас православных, пожалуйста, помолитесь за нас православных обновленцев сегодня. Я молюсь господину жатвой и призываю к этой молитве сегодня всех вас, дамы и господа, братья и сестры, возлюбленные братики и сестрички, помолитесь, пожалуйста. Сегодня мы православно нуждаемся в этих молитвах, сегодня мы православно нуждаемся в реформации, сегодня мы православно нуждаемся в слове евангельском, в слове благодати, в живом слове. И пусть сегодня, да, Верон Аш, Мар-Инак, наш брат, он ушел в вечности, он ушел Господу на небеса, но мы молимся сегодня о том, и я лично молюсь о том, чтобы тысячи и тысячи Веронов Аших сегодня Бог призвал к служению своему. Может быть, другие конфессии, может быть, свое возрождение они примут в разных других конфессиях, но мы же тело одно, если кто-то, допустим, может быть, в православии свое возрождение получил, находясь в православной церкви, и потом пошел в другую конфессию, деноминацию, трудиться, нести слово Божье, я очень рад за этих людей. Если кто-то в других протестантских церквях, допустим, католической, получил свое духовное возрождение, переживание Бога Живого, и потом по откровению свыше приходят в православие, трудиться, нести слово Божье, я рад этому. Такому перетеканию я только лишь рад, почему? Потому что действительно тело-то одно, тело одно, и кровь Иисуса Христа в этом теле, она курсирует, мы клеточки живые одного великого организма, на самом-то деле, слава Богу. И от такого перетекания только лишь взаимная наша выгода вообще, и выгода всему телу Иисуса Христа, рост тела Господнего, святого тела. Некоторые там вот говорят, что Вернаш был экуменистом, я тоже экуменист, Божьим, святым экуменизмом. Кстати, Саша Шевченко в Калифорнии, мы, кстати, он тоже в Калифорнии же, да, и Вернаш был, значит, тоже там в Сан-Диего, собирался к нему, кстати, тогда лететь я. Но, значит, в Сакраменто, если в этом году буду, то мы собираемся продолжить некоторые, я собираюсь продолжить некоторые эти темы в Калифорнии, в Сакраменто непосредственно. Даст Бог и в Хаус О'Бред, и в других церквях. У Алекса Шевченко как раз записывали тогда программу, я помню, очень хорошую, мне она очень понравилась, тема очень хорошая. Два лица экуменизма мы назвали ее. Я, верно, аж и не вспоминал там, хотя, ну, подмывало меня вспомнить несколько раз, но формат программы, он был немного иной, значит, как бы и время было ограничено. Но я думаю, что мы продолжим, и в нашей Киевской архиепископии продолжим эти темы о Божьем, святом экуменизме и о подделках дьявольских. Есть настоящая, а есть поддельная. Поддельный экуменизм это религиозно-политическое какое-то единство непонятное, знаете ли, где в центре Мамона политика и прочее, прочее, прочее. А настоящий Божий экуменизм это Христос в центре внимания, Божье Слово в центре внимания, во Христе Иисусе, я верю в реальную Божью экумену через кровь Божественную Иисуса Христа, через веру в Мессию нашего Искупителя. Независимо от нашей конфессии, динаминации, независимо от нашей религии, значит, там, национальности, культуры, традиции, есть Божья любовь. Ибо так возлюбил Бог мир. Вот центральное послание Божьего экуменического сердца. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И благодарю Бога всемогущего за это. Благоставляю всех вас, братья и сестрички, дорогие друзья, дамы и господа, благоставляю всех вас именем Господнем. И вспоминайте сегодня, да, тоже вспомните со мной о праведнике Божьем, но воздайте славу Богу всю. Не молитесь о Нем за покойными молитвами. И не молитесь к Нему, как посреднику ходатую. На самом деле, лишь один посредник ходатый – Иисус Христос. Я уже лично, я вот как православный христианин, как архиерей православный, я молюсь только лишь Господу Богу. Ну, с самого 96-го года я не молюсь ни к Марии, Матери Иисуса Христа, тем более я не называю ее там ни Богородицей, ни Царицей Небесной, ни прочими этими вот такими странными названиями, не христианскими, по сути-то. Значит, я об этом в семинарах своих более подробно рассказываю. Вот, я хотел такой же семинар провести и в Сан-Диего, и во всей Калифорнии, в этих церквях, и на Сирийских, но не получилось, вера наша ушел в вечности. Но я думаю, что Бог усмотрит еще. Он-то ушел, но люди есть в церкви, остались, и хочу послужить православным христианам в Калифорнии и по всему западному, наверное, побережью, в общем-то, туда, ну, аж до самой Аляски, будем так говорить. Вот, в Аляске уже служил уже, и я думаю, что Бог усмотрит еще послужить этими семинарами, чтобы и православные христиане, и христиане разных других конфессий и динаминаций действительно осознали, что у нас один Господь, Спаситель. И что действительность – это вся слава только лишь Ему, все, вся слава Ему, потому что все из Него и для Него создано, и все им стоит на самом деле. Слава Богу! Так вот, дамы и господа, и благоставляю всех вас именем Господним, благоставляю, и помните, что един посредник, и един между Богом, да, вот посредник ходатай Нового Завета, между Богом и человечеством всем, это Иисус Христос, Агнец Божий, Закланный, это великий первосвященник, и именно о нем без устали проповедовал, говорил Верон Аш, именно о нем сегодня, наше песнопение, наши молитвы, наша проповедь евангельская, сегодня вечером буду как раз проповедовать тоже Слово Божье, вчера вот проповедовал, но я вчера верно не вспоминал, но как бы сегодня хочу как раз уже на проповеди вспомнить и о нем, и о других мужах великих Божьих, прошлого и современности. Пусть Бог благоставит вас всех. Да, дорогие друзья, благоставляю вас благоставением священников. Да, благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа, аминь. Иисуса Христа, аминь. Сегодня 18 января 2018 года, четвертая годовщина со дня блаженной кончины великого мужа Божьего Мар-Иныка Верна Аша. И сегодня также, кстати, по скриптам, еще скажу, кто досмотрел это видео до конца, то сегодня, конечно же, сочельник крещенский, да, сегодня буду проповедовать, говорить тоже и о крещении немного, и завтра. Завтрашняя тема моя как раз будет проповедить именно крещение Господне, крещение как погружение в Бога, в Отца, сущность Сына и Святого Духа Бога. Аминь. Благоставляю всех вас. Мир всем. И до встречи и на земле, и на небесах. Ну а кто печалится о блаженной такой кончине, и вот что преждевременно может ушел от нас брат наш, не печальтесь. На небесах увидимся. Обо всем поговорим. У нас впереди целая вечность. Слава Богу. Пусть Бог благословит вас всех. Аллилуйя. Аллилуйя.